Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» В природе это время называют по-разному. Унылая пора, темная пора и даже черная пора. И все это говорят о глубокой осени. Нет тех ярких, броских красок, тех красок, от которых у человека рождалась радость и ему хотелось петь. Перемены во всем и везде, даже в настроении. Иной так и выскажется. Была красота и пропала. А она, эта красота, есть. Только она скрытая, застенчивая, неприметная на первый взгляд. Тут важно не ошибиться. Важно настроить себя на то, что ты откроешь для себя эту красоту. Красоту родной русской природы. Красота родной русской природы. Он искал ее, как пирожа в птице. Увлеченно, неотступно, страстно, с горячей мечтой в сердце. Должна же она быть. Эта необычная, желанная береза. Много-много-много прошло дней, а встреча все отодвигалась, словно сама природа ставила перед ним условия. Испытаю тебя на вывешку, выносливость. И когда увижу, что ты тверд, тогда и решим, как быть. Лесничий Багаев не отступался, брал один лесной увал за другим, выходил на лесные окна, пересекал прогалины, выглядывался. Были березы, много берез, на заветное все не попадалось. В Костромских лесах под древним Садиславлем молодой лесничий Багаев искал корельскую березу. Ту, ту самую, что прославлена на всю планету. Малая стала в крыльях. Но могло же статься, что растет она и в Центральной России. До него корельскую березу никто не искал тут. Без малого половина Костромских лесов падает на березу. Попробуй, отыщи среди них корельскую. Попробуй, отыщи среди них. Пора предзимья не оставляет никакой надежды. Не будет чуда, не проскочешь налегке зиму. Пору предзимья меня больше всего поражает лес. Как он открыт и заметно меняется. Черный и черно-фиолетовый. Дерево от дерева как бы отдалилось. Только сосняки да ельники густо зеленые. И издали даже синие. И глядеть на них отрадно. На ветках деревьев ни одного листика. Опавшие листва пожухло. Никакой ковровой пестроты и яркости. Даже первоначальные шорохи и те утрачены. И стоят теперь деревья. Какие-то строгие и решительные. Как солдаты. Приглядишься к каждому дереву. Размыслишь и поймешь. Да и где-то они подготовились к самому трудному походу. С зимними. Тут будешь строгий собран. Такие испытания ожидаются. И нужно их выдержать. Все натиски мороза. Все метельные и ветровые штормы. Будут потери. Не без этого. Но будет и желанная победа впереди. Весна. Уже солнышко поклонилось земле. Тени легли. Гуще запахло грибами. Палым востор. Багаем. Вышел на прогалину. И обомлел. Она. Гулка заколотилась в груди сердце. Раскидистая крона. Бугристый ствол. Высотой метров пятнадцать. Она. Долго не стояли рядом человек и береза. А может она не карельская. А может она не карельская. Может только подделалась под карельскую. В природе такое и бывает. Он достал топор. Хочешь не хочешь приходилось делать затес. Чтобы поглядеть текстуру. Топор отскочил от костянистого ствола. Ого. Только и сказал Багаев. Радуясь. Неудачи. Он пришел поздно вечером. Но был радостный. У него было такое радостное лицо. И я сразу поняла, что действительно поиск у него венчался успехом. Он принес щепки. Вот эти щепки показывал. Встали дети. Перебирали эти щепки. И на следующий же день мы всей семьей пошли к этой березе. Сфотографировались там. Ребята дали обещание, что они соберут семена с этой березы. И что мы разведем ее. Потому что на ней было еще несколько сережек. Мы их собрали. На следующую весну посеяли в ящички. И потом вырастили. И вот посадили эту березку. Посадили эти березки. В тот же день Садиславский лесничий Багаев написал письмо известному лесоводу, академику Александру Сергеевичу Яблоку. Через несколько дней почтальон принес Багаеву телеграмму из Москвы. Вероятно, это была самая необычная телеграмма в мире. Высылай щепки, точка. Академик Яблоков. Сборы из Авантиевки даму покусать. Прилетело и письмо. Текстура всесторонне проверена. Это карельская береза. Вернее, Багаевская. Поздравляю дружески. Ищи еще. Закрепи успех. До сих пор не было сказано, чем же цена березы Багаева. Дерево излучает мягкий, атласный свет. Теплый, теплый, даже на взгляд. Это дерево можно разглядывать как картину. Дерево играет. Кто же затворил этот раз чудесный рисунок за корой в водовых кольцах березы? Да она же. Природа. Славная работа. Добрая работа. Кстати, известно ли вам, что карельская береза на международном рынке продается не кубами, как, скажем, сосна, ель, а навес, килограммами. Один килограмм стоит рубль. На Костромской опытной лесной станции, где старшим научным сотрудником стал работать Сергей Николаевич, с энтузиазмом встретили весть о том, что в нашем краю была найдена карельская береза. И однажды зашел разговор, правильно ли называть ее карельской. В Карелии она карельская. Тогда назовем ее Костромской, предложили одни. А еще лучше березой Багаева, предложили другие. А сам Багаев сказал, Красив узор у этой березы. Узор. Вот и назовем ее узорчатой. Предложение было принято. Первое время, когда ее начали так осваивать, и думали, что эта порода очень неблагодарная. Но это была ошибка. И все дело в том, что она ласкова к человеку. И на труды, на такое душевное отношение она с старицей оправдывает себя в более поздний период. Очень трудно ее вырастить, трудно сохранить. Но когда она, корешки ушли в землю, вершинка пошла к небу, значит, и она тогда действительно передает много радости стараться платить человеку добром. На поиск вышли всей семьей. Багаев, Маргарита Васильевна. Их обгоняли сыновья Женя и Сергей. Мальчишкам казалось, в каждой березе скрывается заветное карельское. Поиск затянулся на целый год. Никто из Багаевых не роптал. Зато уж и радости было, когда в рочище Климцова сыскала целая картина из корольской березы. Женя и Сережа считали вслух. Шестьдесят деревьев! Крикнули «Ура!» Сплясали от восторга. Субтитры создавал DimaTorzok Я стою на берегу Покши, флотилии осени. Выплывают из-за лесного изгиба, входит просторный мельничный омут и, медленно подчиняясь течению, проходят мимо меня. В один миг я породнился с осенью. Мне видно, как листья с береза син срываются, кувыркая, спорхают в воздухе и садятся на воду, чуть потревоживая ее, и тут же превращаются в кораблики. Маленькие рыбки обманываются, принимая листья за бабочек и стрекоз, бросаются навстречу, толкают носиками и разочарованно отплываются. Плывут, где быстрее, где тише плывут, на всей реке, флотилии осени. Одним листьям повезет, они будут плыть долго-долго, другие утонут, золотистыми карасиками плашмя лягут на дно или их вынесет на отмель или прилепит к коряженым. Плывут, в флотилии осени, и эта навигация будет длиться до самого лета стала. Береза Багаева. Вот он нашел, вот он учел все, что можно было учесть в Костромских лесах. А что дальше? Нужно из десятков деревьев получить тысячи от крохотных природных куртинок выйти на гектары узорчатой березы. И нужно спешить. Нужно. Почему? Идут леса заготовки, и идут в широких масштабах, и лесорубу некогда гадать. Узорчатые перед ним береза или простая бородавчатая. Да и сельские жители более охочены березовая дрова, нежели ольховая. К тому же еще одна напасть, лесные пожары. Теперь у него были помощники. И самым верным его жена Маргарита Васильевна. Кто-то может подумать, жизнь в лесу одно удовольствие, сам себе хозяин, никто не потревожит. Так-то так. Но за год тревог в лесу в десятеро больше, чем где бы то ни было. Ритина роща получилась у нас двойная жизнь у этой рощи. Первое, нужно было посадить, вырастить и посадить. А второе, нужно было ее сохранить от пожара. И вот в 1972 году, когда была засушливая погода, леса горели и не вошлись от огня и нашей рощи. Сгорела роща у нас семь гектар за канавой. И огонь подходил к роще, где создавала Маргарита Васильевна. И она защищала ее от огня. Меня не было. Я был в командировке. Шел огненный вал. Она была, значит, у ней была тужурка, такая куртка. Она этой курткой сбивала огонь. Обгорела сама. Значит, куртка вся сгорела. Роща нас послала. Значит, в честь такого подвига ее мы называли Ритиной рощей. Тут уместно сделать краткое отступление. Они вместе учились в Поволжском лесотехническом институте. Поженились. Вместе работали в Шестаковском лесничестве Кировской области. А потом переехали в Судиславль, красивый русский городок. У них родились два сына Сергей и Евгений. Лес был их колыбелью и нянькой. Братья рано догадались, что каждое дерево в лесу хранит свою тайну и стремились открыть ее. Выбрали тот же Поволжский лесотехнический институт, блестяще окончили его и теперь увлеченно работают рядом с отцом и матерью на опытной лесной станции. КОНЕЦ Как он близко, оказывается, был от теплых солнечных дельков этот первый мороз. Таился, ждал свое часо и вот, пожалуй. Изба остудилась за ночь. Я проснулся рано, вышел на крыльцо, а оно белое, русское, и всю траву будто обсахарили за ночь. Прошел за избу, глянулся у гора на Зайцевское поле, а там, а там вместо теплых, желтых, ржаных кожан серебряный холодок постарался мороз. Погало солнце и стало теснить, выживать мороз. В такую рань объявился и хозяинчий тут. Опять зазеленела трава, приветливо высветлилась небо. И только там, где была тень от деревьев, от скирт-солом, от холма, мороз студену цепку держался. И у самой границы тени, рядом с белым жестким инием, можно было видеть цветущую ромашку и василек, белую кашку и желтые горошины бельжуя. Зима и лето были рядом. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Мы работаем на грядущее будущее. И наша задача заключалась в том, чтобы труд наш не пропал. Все мы, конечно, при жизни, к сожалению, увидеть не можем. Но нам повезло в том отношении, что мы уже имеем и бабушек, и прабабушек наших берез. Сегодня в двадцати лесхозах растет береза Багаева. Она прижилась на опытных делянках у Костромской, в Кировской, Горьковской, Ивановской, Ярославских областях, в Ставропольском крае, в Молдавии и даже в Кисловодском лесхозе. Чехов мечтал, чтобы каждый человек посадил в родную землю дерево. Что же сказать о нем, неугомонном Багаеве? Он уже посадил тысячи и тысячи ценнейших узорчатых берез. Спасибо. Заслужил. Но я думаю, что он награжден за свой большой труд. Ведь все чаще и чаще слышишь, что узорчатую березу нас называют березой Багаевой. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Космонавты говорят, что Земля красива оттуда, с высокой орбиты. Она красива с человеческого роста, даже с роста ребенка, когда тот сделает свой первый шаг по земле. Она наша земля, земля всех людей. И когда поймешь это, то и в глубинах осени найдешь для себя простые радости. Тут главное не обмануться. Все живое живет и будет жить как просто. И как трудно. Играет музыка. 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 Субтитры создавал DimaTorzok